Не только знаменитые дома на Садовой в Москве и Андреевском спуске в Киеве, но и подольские здания и улочки могут поведать о великом писателе Михаиле Булгакове. Наш город он посетил однажды летом 1922 года с редакционным заданием рабочей газеты, в которой работал в тот период. Задание это было в том, чтобы осветить работу нескольких предприятий нашего города, недавно созданного паровозоремонтного завода и бывшего завода «Зингер». Тогда он назывался «Завод госшвейн машина». На окраине Тихого Подольска, перерезанного реченкой Пахрой, раскинулся третий механический государственный завод – бывший «Зингер». Именно так Михаил Булгаков начинает свою первую статью. Она была напечатана в рабочей газете в рубрике «По рабочей России» 6 августа 1922 года. Описал он работу каждого цеха этого завода «Госшвейн машина». Правда, немножко раскритиковал тот факт, что производство значительно упало, чем оно было до революции, что машин швейных выпускается гораздо меньше, чем выпускалось раньше. Завод имеет недостаток в финансировании, он это пишет, и описывает каждый цех. «Зингер» Михаил Афанасьевич отправился знакомиться с Подольским паровозоремонтным заводом. Там, где лечат паровозы. Вот так поэтично назвал великий писатель свою вторую статью про наш город. Он описывал, что вот они приезжают, пыхтя, кашляют, и оттуда выезжают совершенно здоровые. Очень так он интересно это все сравнительно описывает. Описывает он и деятельность инженера, главного инженера этого завода Крестовского. Он и до революции был известным таким ученым в области паровозостроения. И вот в Подольске он организовывал это паровозоремонтное производство. Удалось побывать Михаилу Булгакову и в Подольских рабочих коммунах. Поднятая целина – название третьей статьи писателя. И действительно, в районах Красная Горка, в районах Шепчинки были вырублены некоторые леса, были превращены в плодородные земли. И вот он и удивляется, что из зарослей вдруг появились капустные поля, и как хорошо, закончится голод, ну и так далее. Больше никаких достоверных сведений о посещении Булгаковым нашего города найдено не было. Но совсем недавно открылся новый факт. В Подольске у писателя жила двоюродная сестра. И есть вероятность, что классик бывал здесь еще не раз.